В поселке Гагино состоялась закладка храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Чин освящения закладного камня возглавил архиепископ Нижегородский Арзамасский Георгий. ПЕСНЯ До революции 1917 года в Гагино находилось две церкви. Одна из них была освящена в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Этот церковный праздник считается днем поселка. В годы советской власти оба храма были разрушены. Многие годы верующие жители Гагино ждали новой церкви. Благословенно с нами будет место сие, дом молитвенный, в честь и славу Бога, Троицы Святой Славиемого, Отца и Сына и Святаго Духа. Поселок Гагино – это один из последних районных центров, один из последних, где нет настоящего храма. Здесь до нас уже была организована приходская община, и в одном из домов совершалось богослужение. И сегодня, по милости Божьей, мы нашли возможность построить здесь настоящий храм. Сегодня осуществлена его закладка, и мы надеемся в течение года построить храм и совершить его освящение. Гагинский храм будет возведен по тому же проекту, что и церковь в честь иконы Божией Матери «Умиление» в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Для этой работы в феврале 2010 года по благословению архиепископа Георгия в поселке Сокольское собрали специальную бригаду мастеров деревянного зодчества. Теперь они занимаются строительством храмов, выполненных в стиле классической русской рубки. Топором, руками, с соблюдением той технологии, которую разработали еще наши деды и прадеды. Храмы деревянные на Руси, в котором по 200 с лишним лет до сих пор стоят, и еще столько же простоят. В преддверии закладки храма перед строительной площадкой архиепископ Георгий совершил божественную литургию. В богослужении приняли участие многие жители поселка. В последние годы число верующих здесь заметно увеличилось. По мнению главы администрации Гагинского района, христианство – основа духовной культуры, которая вновь формируется сейчас в городах и селах региона. Мы своим поколениям в будущем должны передать и традиции, и веру, и те национальные особенности нашего православия, которые в свое время были в наших прерывах. Более 15 лет жители поселка приходят в молильный дом. Он настолько мал, что во время богослужений верующим не хватает воздуха. С Божьей помощью уже следующим летом православные гагинцы соберутся на литургии в просторном деревянном храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Продолжение следует...